Девушки отдыхают Девушки отдыхают И он хуйня В принципе, что из себя представляет Сия корыта и почему она заслуженно Попала к нам в рубрику Это адская тележка с моторчиком От не самого мощного мопедика Имеет всего два члена экипажа И очень маленькие габариты Это АСУ-57 на ультра-лоу Как говорил один уважаемый человек Но что куда интереснее Ее размеров, так это то, что Она вооружена ружьем Да, противотанковым Но все же ружьем Так что запасайтесь провизией Медикаментами и патронами Мы отправляемся на охоту Перед тем, как озвучить Условия нашего сегодняшнего челленджа Я хочу вас попросить Прошу вас, никогда Никогда в жизни не играйте на этой тележке Достаточно того, что вы знаете Берди Буча Посмотрели этот выпуск Тупого Ишака И прекрасно представляете себе На что способна эта Мощнейшая боевая единица Фактически она бы Прекрасно вписалась в Баттлфилд 1 Вы знаете, я обожаю Первую батлу И вот эта штуковина Смотрелась бы там Довольно органично Но в Тундре Действительно нужно быть Чаком Норрисом Чтобы катать ее На регулярной основе Но почему же Спросите вы На то есть Ровно одна причина Воевать против танков С ружьем Достаточно проблематично Перезарядка ружья 2 секунды Пробитие патрона 40 мм вбор И очень немного Миллиметров на дистанции Я сам вначале подумал Что на таком драндулете Можно будет кидать с дистанции Но казалось, что нет Нужно подбираться вплотную И даже учитывая Что воевал я на ней В солянке Даже учитывая Что играю чуть лучше Последнего Алихана И для видео Само собой Старался все делать правильно Но казалось, что тут В пору вызывать Итана Ханта Но никак не тупого Ишака Кстати о солянке Пока ее включили Для того, чтобы игроки Не стояли в очередях По 20-30 минут Как это было Например При вводе Японии И хотя Эта информация А актуальность Потеряет через пару дней Когда на первом ранге Опять будут играть Все нации Все же Это натолкнуло Меня на следующие мысли Если Карро Армата Конто Карро С трудом играет Против своих же Однополчан То что будет С ней Когда в противниках Будут пазики С автопушками Шустрый Как понос Красноармейца При виде тигра Бета 5 И четкий Крайне четкий Американский Стюарт Если уж против Таких же Итальянцев Игра тяжко То что будет Ойвей 5 фрагов Сделать 5 фрагов На машине Которая не прощает Ни единого По себе попадания Тем не менее У нее есть Пополнение Экипажа Зачем оно ей 5 фрагов На машине У которой Нет пушки И даже Нету Автопушки Но есть Ружье Таков Сегодняшний Челлендж Вначале Мне показалось Что вот Этот бой Будет финальным И я с чистой Совестью Отправлю спать Но нет Так уж Получилось Что имея Все шансы Выиграть бой И настрелять Нужное нам Количество фрагов Я застрял Причем С тележкой Начали твориться Абсолютно Неведомые вещи За пару Боев до этого Она просто Ползла по земле На правом боку Минуты две Потом Перевалилась На левый бок Я уже Тогда Почуял Неладное Но решил Не заострять На таком Внимание Как никак Техника Совсем Новорожденная Почувствуйте Мое Мягко скажем Горькое Удивление Когда на пятый Или на шестой Или на седьмой Бой Когда Вроде Все должно Было Получиться Произошел Этот Неприятный Инцидент Но Что поделать За неимением Союзников Рядом Пришлось Скипнуться И начать Все Заново Я не стал Включать Видео В фейл Моменты Потому что Не хочу Будоражить В памяти Эти Прискорбные Моменты Но они Все В принципе Происходили По одному Сценарию Вы Очень Очень Стараетесь Чтобы 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 Вас Никто Не Заметил Высшая Форма Такого Искусства Скрыться Даже От Своей Команды Никто В игре Вообще Не Должен Знать Что Вы Находитесь Где-то На Карте Шаг Второй Недостаточно Просто Стать За камушек И Стоять Ждать Мимо Проезжающего Ворога Нужно Найти Позицию С которой Можно В случае Кипиша Свалить Быстро И Безопасно Третий Шаг Алихан Вражеский Алихан Должен В этот Спот Зачем То Поехать Но Зачем Впрочем Это Ж Алихан Кто Его Разберет Если Планеты Встали Как Следует И Все Условия Сошлись Тут Уж В дело Вступает Ваш Скилл И Дамаг Которого У нас Притык Не Продамажили В первой Пару Выстрелов Тикай Хлопец Тоби Пизда Так Было Со Мной Не Раз Не Два Не Три Как Бы Криво По Вам Не Выстрели В Ответ Не Забываем Два Члена Экипажа Не Позволят Танковать Ничего Кто То Может Подумать Это Наверное Экипаж Вот Ты Живучесть Прокачай Вот Тогда И Поговорим Живучесть Вкачана Друзья Живучесть Нам Не Помогает Можно Ли Сказать Что Пальму А Вернее Будет Сказать Кактус Первенство Переходит От Арчера К Нашему Сегодняшнему Герою Если Задуматься Объективно И честно Кактусность Этих Двух Танкеток Все Таки Немного Отличается Проблема Арчера В Его Жопоголовости Проблема Л3 Скорее Вооружений Но Если Сравнить Их Лоб В лоб То Пожалуй Арчер Все Таки Остается Королем При Всех Равных Условиях Иметь Нормальную Подвижность Для Меня Лично Все Таки Важнее Так Что К Сожалению Л3 Лишь Бледное Арчера Подобие Да И Вообще Будет Ли В Игре Когда Нибудь Что Хуже Арчера Вопрос Как Говорится Риторический В Какой То Момент Мне Показалось Что Можно Было Играть Не В Соло А Позвать К Но Потом Я От Этой Мы Отказался Фактически В бою Был бы Не Один Долбоеб На Л3 А Сразу Несколько Что Само Собой Никак Ситуацию Не Спасло Фактически Есть Только Одна Нация Встреча С которой Бояться Нам Совершенно Не Стоит Это Французы А Точнее Их Резервы На Их Фоне Мы Действительно Настоящие Короли Пустыни Но Проблема В том Что На Их Резервах Катает Два С Половины Человека Так Что Забудьте Думать Такие Шуточки Придется Страдать Однако Вернемся К нашей Истории Так Оно На Деле И Случалось Но Раз Взялся Как Говорится Хули Уш Въебоваться Пришлось Взять Три Своих Яйца В кулак И Опять Нажать Кнопку В бой Впрочем Есть У нашего Корыта Один Полу Плюс Имея Крайне Малый Вес И Не Очень Жирных Членов Экипажа Кстати Вы Заметили Что Долбоев Наводчик Почему То Делает Вид Что Тоже Держит Руль Это Крайне Странно Будь Это Игра От Рокстар Я Бо Подумал Что Это Пасхалка Да Так Вот Слава Тебя Гос Споди Что Это Корыто Более Менее Куда То Едет Я Не Скажу Что Оно Может Съебать В куст При Первой Опасности Но Слегка Подкорректировать Направление Атаки Всегда Можно Как То Громко Звучит Говорит Так Об Л3 Направлении Атаки Когда То Давно Я Думал Что Асу 57 Это Кактус Каких Мало Сейчас Я Думаю Что Асу 57 Очень Играбельная Машинка И Перед Тем Как Ити Тестировать Л3 Прошу Вас Скатайте Пару Боев На Асу И Тогда Вы Поймете О Себе Многое А Разработчиках Еще Больше Но В конце Концов Как Говорится Тяжело На Асу 57 А На Л3 Вообще Пиздец Это Был Третий Выпуск Челленджа Тупого Ишака Ставьте Лукасики Пишите Коменты Это И Секрет Документ Ссылки Как Всегда В Описании С Вами Был Тупой Шаг До Новых Встреч Пиз Продолжение следует